Казанский взятие Финал Прошлая часть окончилась тем, что уже находящаяся в кольце осады Казань отвергла последнее мирное предложение Ивана Грозного. Это случилось 25 августа 1552, а 26-го состоялась самая масштабная из выглазок окруженных. Как мы помним, конный наскок с внешнего фронта, пусть и руководимый самим ханом, не смог сорвать сразу из стремительно очавшихся насадных работ. Теперь очередь была за попыткой удара изнутри. Во всяком случае, именно этот вариант представляется наиболее вероятным. Шансов одолеть русскую армию в полевом сражении у татар не было, и едва ли они сами могли этого не понимать. Под стенами Казани разыгрался упорный бой. Современники так описали это сражение. От пушечного бою, и от пищального грому, и от гласов, и вопу, и кричания, и от обоих людей, и от трескотни оружии, и небысь слышать и друг друга. И решающую роль в успешном отражении противника сыграли стрельцы, которые не позволили врагу достигнуть ни разворачивающихся на позициях орудий, ни строящихся башен тур. И это был уже не первый раз, когда новое войско царя проявляло себя с самой лучшей стороны. В бою за переправу через Волгу именно они, стрельцы, были той силой, которая смогла прикрыть высадку всеновых частей войска под ударом десяти тысяч конницы-казанцев. Здесь будет уместно небольшое отступление в сторону. Стрелецкое войско изначально, и это ясно следует даже из его названия, строилось с опорой на огневой бой в качестве основного. То есть теоретически они должны были занимать ту же нишу, что и европейские мушкетеры и аркебузиры. Последние, в свою очередь, вплоть до изобретения и активного внедрения штыка, нуждались в прикрытии пехоты с холодным оружием и, прежде всего, пикинерами. Испанцы считались обладателями лучшей пехоты Старого Света, прежде всего из-за того, что в рамках Терции могли достигать разумного баланса и четкого взаимодействия стрелков и прикрытия. Важнейшей проблемой была еще и та, что громоздкость ручного стрелкового оружия эпохи предполагала, за исключением пистолетов, стрельбу непременно с опоры, чаще всего с специальной сошки. Таким образом, в бою в обеих руках мушкетера находилось по тяжелому и громоздкому предмету, что исключало возможность вооружить его чем-либо еще, кроме небольших кинжалов и ножей. Варианты с саблями и палашами практически всегда оканчивались малоудачно. Выйти из положения попытались шведы, создав так называемое «шведское перо» — сошку с длинным и острым концом одной из сторон вилки, которую можно было использовать в качестве колющего оружия. Тот еще ирзац, но и он давал шведской пехоте преимущество в первой половине середины 17 века. А вот в России ничего подобного не было. В России был бердыш. Понятно, что никакое оружие не следует возводить до статуса меча-кладенца. Но у бердыша была масса весьма ценных свойств и преимуществ. Он успешно использовался во все том же качестве сошки-подпорки, но при этом было весьма серьезным, куда как более чем шведское перо оружием ближнего боя. Более того, он давал стрельцам преимущество и по сравнению с пикинерами. Как и пика, бердыш мог использоваться в строю, когда ряд стрельцов надвигался на врага, опустив свое оружие острым концом вперед. Разве только пика была длиннее и в этом смысле давала превосходство в дистанции. Но это бой в строю. Стоило ему распасться, как пика не только становилась малополезной, она и вовсе больше мешала своему обладателю. А вот у стрельцов рассыпание строя давало возможность воспользоваться бердышом для нанесения мощных и широких рубящих ударов. Особенно это было важно в тех случаях, когда строй было невозможно сформировать технически. В густом лесу, при первом приступе на стенах вражеского города, а затем на наиболее узких его улочках. Преимущество бердыша признавали и европейцы. Так, в армии все той же Швеции он был введен на некоторое время, уступив место уже только штыку. А в армии Речи Посполитой в качестве холодного оружия мушкетера он заменил саблю и вовсе в 1674-м. Впрочем, до этого еще далеко. А пока стрельцы, только-только появившиеся на свет, уже стяжали себе заслуженную славу. И продолжали проявлять себя с лучшей стороны и далее, по ходу боев. Ответом на вылазку 26-го стало начало не спорадической, а регулярной, планомерной артиллерийской бомбардировки Казани. Здесь наглядно проявилось превосходство и количественное, и качественное русского наряда, то есть артиллерии. Попытки казанцев вести контрбатарейную борьбу были быстро пресечены. Причем орудия были подтащены очень близко к городу, где и установлены под прикрытием тына и земляного вала. Вместе с тем, и решительного результата обстрел не дал. Полностью сокрушить стену на каком-либо участке не удавалось, поджечь Казань тоже. Вероятно, именно с этой целью не столько полностью лишить город воды, сколько осложнить противопожарную борьбу, и был произведен 4 сентября подрыв подкопа у Муралеевых ворот под источником воды внутри города. Стоит отметить, что с самого начала русским были отлично известны все стратегические точки в Казани. Еще бы! Ведь среди осаждающих были не просто отдельные перебежчики, но и человек, несколько раз правивший городом в качестве хана. По всей видимости, копать начали, если не день в день со стартом обстрелов, то около того. И изначально не с целью подкопом проделать путь в город, а для установки мины. По некоторым сведениям, всей подземной минной войной, а это был далеко не первый ее эпизод, руководили английский инженер Бутлер, Батлер и Литвин Размысл, настоящее имя Эразм. Параллельно царь отдал распоряжение подготовить другой, даже более важный удар. Воевод Александр Борисович Горбатый-Шуйский должен был полностью разгромить казанские отряды вне кольца осады и расширить зону контроля русских на территории ханства. Как мы помним, значительные силы кавалерии оставались вне городских стен. Они были отражены 24 августа, отброшены, но не разгромлены. Точных сведений о развитии операции мало, но, по всей видимости, дело обстояло так. В последних числах августа татары продолжали, теперь уже маленькими партиями, совершать стремительные налеты, очень, возможно, ночные, на позиции русских войск. Понятно, что к решительному результату это привести не могло, и все же уколы выходили довольно болезненными. Подобные выпады выматывали нервы, требовали постоянной бдительности, не давали до конца сконцентрироваться на самой Казани. Наконец, гибли люди. Во время одного из нападений жертвой стал воевода Третьяк Иванович Лошаков. Вероятно, именно это явилось последней каплей. Русское командование разработало операцию по уничтожению вражеского отряда. Первой ее частью стал удар непосредственно в лес, где скрывался противник. Примечательно, что наносили его одновременно стрельцы, наиболее элитная часть пехоты, и находившаяся в составе русского войска отряды Мордуи, некоторым воинам из числа которых местность могла быть знакома. Очевидно, что для раскрытия всех сильных сторон кавалерии вообще, и татарской конницы в частности, лес – не лучшее место. Но зато он давал прикрытие от огня артиллерии, стрелкового оружия, возможность сохранять фактор скрытности и неожиданности. Вылететь на всем скаку с опушки было удобно. Что же до обороны, то была надежда, что русские, не зная броду, не сунутся в воду, не рискнут начать стремительное наступление, а будут с осторожностью выжимать татар. Реальность опровергла все расчеты возглавлявшего казанский отряд Мурзы и Панчи. Лес был пройден очень быстро, причем большую роль сыграла уже упоминавшаяся способность стрельцов действовать эффективно и вне строя. А далее Японча совершил серьезную ошибку. Да, татары были выбиты из укрытия, но шансов догнать и разгромить их окончательно у пехоты не было. Враг вполне мог раствориться в пространстве, а затем спустя некоторое время возобновить удары или даже вернуться в тот же лес, который едва ли было возможно целиком надежно оборонять. Но то ли противник был настолько сильно потрепан, то ли казанцы даром, что на своей земле испугались перспективы лишиться снабжения и питания, только отряд Япончи отошел к городу Арску и там заперся. Это позволило горбатому шуйскому не отпустить врага и в кратчайшие сроки обложить его. Правда, дальнейшие перспективы были очень смутными. Вся артиллерия, естественно, оставалась у Казани. Тогда русский полководец прибег к хитрости, на которую, казалось бы, казанцы не должны были клюнуть, ведь это был их излюбленный прием к ложному паническому отступлению. Но они все же купились и вышли из Арска. Дальнейшее было делом техники. Имеющие преимущество в организации стрельцы быстро смогли в ходе контратаки отрезать врага от города, нанести ему полное поражение, а после почти без сопротивления заняли Арск. Это произошло 8 сентября. Большая часть ханства в одночасье стала считаться за русскими. Окончательно отпали все не татарские народности. Если до этого момента у кого-то еще могли быть мысли о том, что у казанцев есть шанс на спасение, то теперь их можно было оставить. Ханство было обречено. Обращает на себя внимание и блестящий темп, взятый русскими. Атака Горбатого-Шуйского началась 28 или 29 августа на подступах к Казани, а окончилась в Арске 8 сентября. То есть на все ушло чуть более недели. Именно Арское направление, Арские ворота, были после этого избраны царскими воеводами в качестве главного участка предстоящего штурма. Было ли здесь дело в том, что теперь эта сторона считалась совершенно защищенной от всяких неожиданностей с тыла, или просто в греющем душу слове, обозначавшем победу, не ясно. Но вся середина и вторая половина сентября прошли в обустройстве тур, главной из которых была та, что располагалась на участке между Царевыми и Арскими воротами. Там Иван приказал выстроить деревянную башню высотой 13 метров и вооружить ее 10 большими орудиями. При всем этом не прекращался ни артобстрел Казани, ни война подкопов, преимущественно взрывных. Татары сражались храбро, но общая обстановка для них неуклонно ухудшалась. Воды все же начало не хватать, начался рост болезней, некоторые близкие к стенам участки города были уже основательно разрушены. Неоднократно предпринимались вылазки. По-видимому, в первую очередь через подземные ходы, но исход их бывал очень разным. Когда удавалось добиться внезапности, то татары брали верх. Например, вероятно, сразу оказавшись в тылу у русских, еще раз отметим войну подземелий, они смогли в середине месяца обратить в бегство немногочисленную охрану тур и испортить две или три заготовки будущих осадных башен. Но дальше с каждым разом выходило все хуже. Другая вылазка, предпринятая сажденными у Сбойловских ворот, оказалась менее удачной. Ничего из осадного парка вывести из строя не вышло. Наконец, еще одна, последняя вылазка была наиболее масштабной и наиболее тяжелой по последствиям. Казанские воины сражались в рукопашную сразу у нескольких ворот и были большей частью отрезаны и истреблены. Последние дни работ проходили уже без помех. Ну а после начался штурм. 26 сентября русские придвинули Туры к Арским, Царевым и Алталыковым воротам. С главной башни Туры удалось открыть огонь непосредственно по улицам города, ведущим к участку стены у Арских ворот. Это очень сильно сказалось на их обороноспособности. Дело все быстрее подходило к своему финалу. Нельзя сказать, что русские вообще не испытывали никаких проблем, что не было неожиданностей. Но сложности, например, то, что в связи с сильными ливнями и бурями затонуло множество судов с припасами, лишив тем самым русские войска значительной части запасов продовольствия, уравновешивались заранее принятыми мерами. То, что прежде стало бы фатальным, теперь было просто неприятным. Контроль не только над специально отстроенным для этой цели Свияжском, но и взятым Арском исключал действительно существенный кризис снабжения. Что до неожиданностей, то все еще интереснее. В одной из ночей русские войска, осаждавшие Казань, внезапно обнаружили позади себя огни. Множество костров, которые могла разжечь только довольно солидная армия. Появление в темноте большого количества огней, светлевших о подходе значительной военной силы, вызвало беспокойство как в лагере осажденных, так и в лагере осаждавших. Русские воеводы отдали приказ и скрытно послали под покровом ночи лазутчиков для выяснения принадлежности неизвестной военной силы. Возвратившиеся лазутчики еще больше обеспокоили русское войско, рассказав о том, что они увидели. В действительности, и утро быстро позволило это установить, пришли на подмогу царю и войску казаки-донцы. Но до того момента об этом никто не знал. Ну а под покровом ночной темноты действительно было отчего обеспокоиться, поскольку сам вид казаков представлял на тот момент по меньшей мере экзотическое, а ночью еще и довольно страшное зрелище. Дело в том, что отправляясь в поход, казаки специально набили в донских плавнях всякой птицы и украсили свое одеяние, нашив на него во множестве добытое птичье перо. Вот такие вот сюрпризы. В итоге появление казаков значительно продвинуло ход осады, так как они имели за плечами неплохой боевой опыт. Итак, обстрел. Неуклонное приближение башен, а к 30 сентября по одной туре появилось у каждых ворот Казани. Весь город делал все возможное, чтобы отразить эту угрозу, которая оказалась во многом лишь отвлекающим маневром. В тот же день, 30 сентября, была взорвана самая большая из мин, что удалось подвести под стены, и впервые один из участков их рухнул. Через частью засыпанной землей, а частью накрытой мостками ров потекли к пролому русские бойцы. Город кое-где начал параллельно гореть, ведь все силы защитников устремились к пролому, расположенному в районе Арской башни. Началась страшная сечь, а и те, и другие с двух сторон напирали на очень скромный участок под непрерывным обстрелом. В жесточайшей схватке нашим удалось захватить Арскую башню и часть стены около нее. Отдельные группы бойцов начали проникать непосредственно в городскую застройку. Казалось, наступает решающий момент. Воевода М.И. Воротынский просил царя двинуть уже войска на общий генеральный штурм. Иван Грозный, поразмыслив, отдал приказ отойти. Почему? Причин было три. Первое. Локальность прорыва вела к очень большим потерям. Пауза могла дать возможность подтянуть ближе артиллерию и туры, мощным огнем взять под полный контроль участок, прилегающий к пролому и башне. Другим доводом был риск того, что всю армию через такой маленький проход просунуть было нереально, а оторвавшийся от основной массы отряд, ушедший вглубь города, можно было отрезать и истребить. И последняя, возможно, главная причина. Во избежание дополнительного огромного кровопролития царь был намерен в последний раз предложить мир Казани. Теперь уже в формате безоговорочной капитуляции. Положение города с обрушением стены стало совершенно безнадежным, и все это понимали. Воротынскому пришлось подчиниться. Первый штурм остановился. Только Арская башня оставалась в руках стрельцов. Впрочем, непосредственно в зоне прорыва были установлены крепкие щиты, позволявшие без чрезмерного риска сообщаться с башней. А 1 октября в город въехал парламентер с призывом к защитникам сложить оружие. Ответ был отрицательный. Не хотим прощения. В башне Русь, на стене Русь. Не боимся. Поставим иную башню, иную стену. Все умрем. Или отсидимся. В чем же дело? Ведь после такой отповеди в ответ на последнее предложение пощады, действительно, по меркам эпохи, вероятность поголовной гибели защитников была очень велика. Дело в том, что к этому моменту реальной душой обороны был уже не чудом пробившийся в город Хангидигер и даже не какой-нибудь Бек или Мурза, нет. Им был имам и Сеид Кул Шариф. Известно про него сравнительно немного, но то, что известно, чрезвычайно любопытно. Кул Шариф был, судя по всему, уроженцем Крыма, что дополнительно объясняет его непримиримость. На момент осады он был главой, высшим авторитетом мусульманской уммы в городе. Причем, что любопытно, речь идет не об узколобом фанатике, а о человеке, который, согласно современным текстологическим исследованиям, приписываемому ему наследие, обладал знаниями в астрономии, истории и других науках. Судя по всему, в числе прочего, отличался имам и ораторским мастерством. Одним словом, перед нами достойный противник. И вот он решил для себя, решил для своих учеников, что будет стоять до конца. И, используя веру как рычаг, подвиг к этому всю Казань. Никогда до и никогда после не была она столь сильно проникнута исламом, как в момент между первым и вторым русским штурмами. Едигер сам устранился во дворце, очевидно оплакивая свою злую участь. Дворянство, которое и было причиной войны, теперь усиленно думало, как приноровиться к новой власти, как не погибнуть. А Кул Шариф овладел народной массой. Их отказ, это его отказ. 1 октября наш посланец вернулся ни с чем. 2 октября последовал общий штурм. Сделано было все, что можно было сделать в рамках военной техники и тактики эпохи. Непрерывный массированный обстрел. Туры сразу два новых могучих взрыва в подкопах, проделавшие новые дыры в дополнение к первой. Конечно же, именно в проходы в основном устремилась армия, но стоило казанцам оттянуться с какого-либо участка стен, и русские, особенно казаки, стремительно лезли и занимали эти стены. Как и в первый раз, долго шла резня, настоящая бойня в проломах. Потом казанцы разом, надо полагать по команде, либо заранее рассчитанному плану, оттянулись в глубину. Масса русских солдат стала входить в город. Многим показалось, что сопротивление врага окончательно сломлено. По обычаю тех лет, взятый с меча город отдавался на один или три дня солдатам на разграбление, а казань была богата. Многие устремились не за противником, а в дома, и принялись мародерствовать. Особенно в этом отличились те, кто до того симулировал ранение и даже смерть под стенами, чтобы не участвовать в деле в проломах. Также, вероятно, в числе заводил были и привычные грабежу казаки. Дисциплина стала падать, управляемость еще быстрее. В какой-то момент казанцы слаженно и мощно перешли во внезапную контратаку, и эффект ее был страшен. Отряды русских, оказавшиеся без локтевой связи с соседями, окружались и резались просто на куски. Тем более, эта участь постигла отдельные банды мародеров. Началось стремительное отступление, переросшее в бегство. В некоторых местах среди штурмующих стала возникать паника. Ситуация могла сделаться критической, но Иван Грозный, увидев это, одновременно ввел в бой новые войска, а именно стрельцов, свои лучшие силы. А во-вторых, Ход дал приказ прекратить всякий грабеж, а всех мародеров и паникеров убивать на месте. Стрельцы развернутым строем пошли к проломам поддержанной артиллерии. Сосредоточенными залпами они разом снесли и приближавшихся к стенам казанцев, и беглецов туда добравшихся. Концентрируя вокруг себя все новые войска, как из числа недавно отступавших, так и подбрасываемые сзади подкрепления, они без пауз двинулись в сторону центра города. Последний бой развернулся у городской мечети, в том числе за саму мечеть. Казанцы контратаковали яростно, используя свое знание местности, все улочки и дворики, в надежде отрезов русских вновь вызвать у них панику. Не вышло. Сомкнутый строй бердышей занимал площадь. Сам Кул-Шариф командовал боем непосредственно с крыши мечети, вероятно, с минорета. В контрударах погибли все его ученики. Наконец, кто-то из стрельцов метким выстрелом убил его. Тело главного организатора и души обороны рухнуло вниз. И вскоре после этого сопротивление было сломлено. К вечеру 2 октября Казань была взята. Другой завершающий бой, уже куда более легкий, прошел у ханского дворца, где был пленен хан, его семья и приближенные. Небольшая группа татар, пользуясь тем, что со смертью Кул-Шарифа и взятием под арест хана бдительность штурмующих несколько уменьшилась, впрочем, смогла даже прорваться из пределов города. Среди них были и те, благодаря кому отдельные очаги сопротивления на землях ханства будут существовать еще около трех лет. Но изменить это уже ничего не могло. Казань была взята. Ханство погибло. Казанские войны окончились. И наступил мир. Новый мир, где должны были решать и вершить уже победители. И те принципиальные вещи, которые были заложены по взятию города, легли в основу будущего облика русского государства. Какие? Во-первых, Казань не позволили грабить. Раз отдав приказ прекратить разграбление, царь уже более к этому не возвращался. Пометуя о страшной и неизбежной каре, смирились с этим и войска, благо радость от самого факта падения столь давнего врага России была очень велика. Уже 12 октября, оставив в качестве наместника воеводу Горбатого-Шуйского, триумфатора под Арском, русские рати пошли домой. Но было и еще кое-что. Да, город понес страшные потери при штурме, и людские, и материальные. Но после? Те, кто помнит краткий цикл автора о Третьей Пунической войне и штурме Казани, хорошо знают, чем закончилась история этого города. Глубина антагонизма и длительность противостояния Москвы и Казани не сильно уступает таковым у Рима и Карфагена. Благодарим за прослушивание очередного подкаста сообщества Катехизис Катарсиса. Ну а мы по-прежнему приветствуем лайки и просим вас делиться своими мыслями в комментариях. Ну и не забывать про репост. Ведь благодаря репостам нас услышат больше. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok